всем привет давно роликов не было новых по светодиодам я решил восполнить этот пробел и опять нарываться на злобную критику от тех людей которые ну не у которых в голове не укладывается как я так просто все подключаю меня все работает давайте я вам сейчас покажу теперь приборов у меня достаточно сейчас будет более информативный ролик и мы с вами будем подключать вот такой вот нульненький чтоб не было никаких претензий скрываем светодиодик на 10 ватт холодного света и посмотрим с вами по поводу температур по поводу напряжение токов и будем это делать при помощи вот такого тоже новенького преобразователя все вскрывается на глазах это 10 10 понижающий преобразователь на lm 96 с lm 25 96 с то есть обычный стандартный преобразователь с одним всего лишь регулятором напряжения и так для начала многие уже в курсе кто смотрит мой канал постоянно данный светодиод хоть он и написано что 12 вольтовый но питается пиковым напряжением от 9 до 11 вольт током 900 950 800 есть на 700 миллиампер они есть разные эти светодиоды поэтому акцентрирует свое внимание надо этому я не буду мы будем просто подключать вот такую связочку и наблюдать за тем что у нас получится сказать я спешу отметить скажу такую вещь что данные для данная связка которую у нас сейчас будет может прилично и отлично работать как на авто так и на 24 вольтовых системах потому что данный драйвер позволяет работать до напряжения 32 вольта нормально вот тут и написано конденсаторы 35 но я не рекомендую подавать здесь достаточно большое напряжение входной конденсатор у этого драйвера это кстати хорошего качества драйвер стоит на 100 микрофарад 50 вольт выходной 35 микрофарад ой 35 вольт 220 микрофарад достаточно качественные компоненты пайка и все тому подобное итак приступим для эксперимента не может наверно понадобится еще один если мы его не спалим светодиод поэтому начнем с того что у нас есть с вами источник 1405 приближенных бортовой сети автомобиля либо к заряженному аккумулятору на 12 вольт например днем от солнечной батареи либо же большинство других источников напряжения и так вот у нас питание идет это у меня от дополнительной системы отключаем видим пропадает напряжение мы будем смотреть этим прибором напряжение на выходе нашего преобразователя какие данные мы будем с вами вычислять это входной ток который идет на преобразователь и выходной ток который идет в сторону светодиода так давайте сразу то приступим здесь у нас на преобразователи есть in out вход выход и так подключаем питание для того чтобы измерить ток так на вольтметре мультиметре подключим в качестве измерения тока щупы кстати щупы любезно предоставили мне три аймакса они здесь как раз трех разных качеств и трех разных вид вернее видов так подключили по нулям странно так все правильно наверное без нагрузки не работает так итак теперь нам нужно с вами подключить данный драйвер к светодиодов но для того чтобы подключить к светодиоду данный драйвер нам нужно выставить на нем предварительно нужное нам напряжение потому что она может быть как больше так и меньше что может вывести прибор прибор светодиод и строя так берем отвертку походу все таки не контакт если мы проверим какой этот так не контакт где-то спрятался так ток у нас поставил на землю немножко перепутал так потребление у нас данного прибора составляет равномерно 400 миллиампер на выходе напряжение что-то у нас по нулям оба прикольненько все в общем пусть это будет черновой ролик чистовой и попозже засну так короче я тут подключил не тот прибор то мы сейчас посмотрим пол ампера на выходе итог короткого замыкания представьте он работает три с половиной ампера в принципе этот преобразователь тянет диодик вот этот греется контроллер защиту не уходит но у нас здесь с вами пол ампера всего потребляет то есть странно странно так давайте подключим вольтметр к этому делу нашему посмотрим какое выходное напряжение напряжение на выходе 325 милливольт и ток 3 6 ампера так отключаем амперметер включаем тестер просадка хорошая так у нас тут 355 так выставляем 11 вольт если он у нас после этого регулируется а как видим регулируется по напряжению здесь то он у нас даже выдержал ток короткого замыкания выставляем 11 вольт ну-ка если так у нас кстати в холостом режиме посмотрите ток потребления составляет всего 10 миллиампер с этим можем наоборот подключить более точный прибор сюда и посмотреть точно цифры в холостом сколько потребляет даже 8 тысячных это 8 миллиампер ждите 8 сотых ой это меньше даже чем это так ну восьмерка у нас а это по входу точно по входу у нас всего ток потребления составляет 8 тысячных миллиампер 8 7 тысячных при холостом ходе очень маленькое потребление данного микро данного микро контроллера нормально отлично вообще не зря их использую и оставляя надолго аккумуляторы они не садят если ничего к ним не подключено и так ну давайте подключим с вами светодиод светодиод будем подключать перми тер все правильно так камперметру датчик температуры мы подключим корпусу этого нашего чуда дырочка есть специально и так амперметра так то вольтметр итак наблюдаем за температурой на кристалле смотрите как медленно растет конечно ток потребления он составляет всего 800 миллиампер с разогревом кристалла ток увеличивается там уже температуру он зашкаливает 60 градусов дальше деградация угорания кристаллов так что мы делаем сейчас мы будем использовать с вами наверное радиатор для нашего светодиода и попытаемся вывести ток до максимум сразу скажу что без радиатора светодиоды данные просто выгорает даже при 11 вольт кстати как вариант давайте с вами посмотрим следующее условие если у нас с вами будет напряжение входа например 9 вольт как будет нагреваться у нас светодиод можно ли использовать его вообще без радиатора сейчас попробуем ой зачем я сюда и подключился опять подключаем на выход преобразователя вольтметр и выставляем нужное нам напряжение напряжение ну считает 9 вольт округляем теперь подключаем наш с вами амперметр берем светодиод берем термопару подключаемся к светодиодику светодиод светится так термодатчиками и проблемы тут закрепить ток потребление составляет при 9 вольт вольт ах не туда я подключил вольтметр блин так сейчас при подключу ток потребление составляет всего там 100 чем-то миллиампер зайчиков ладно 200 миллиампер напряжение чуть-чуть проседает убираем буквально на 4 мили вольт а температура кристалла растет это говорит о том что даже без радиатора при минимальном напряжении светодиода использовать его не рекомендуется в принципе 40 50 градусов но все равно на долгое время если оставить так и при комнатной температуре хорошие светодиод просто у нас выгорит у светодиода светятся все кристаллы это говорит о том что все отлично так так ток входной у нас составляет 170 миллиампер выходной составляет 215 миллиампер на чипе при этом смотрите интересный факт при вылетел и датчик температуры при повышении температуры ток увеличивается что и требовалось доказать поэтому чистовой эксперимент у нас будет только на радиаторе так сейчас я подключаю к радиатору и приступим к дальше к тесту а на этом все здесь всем спасибо за внимание черновичок закрывается кому интересно на статье на сайте будет переход на основную статью на пилинг и там будет чистовой уже вариант всем спасибо всем пока